При жесточайшем, на мой взгляд, отборе военно-инженерного института, но и в целом по военно-патриотическому воспитанию, в частности, о военно-патриотическом движении, которое очень активно у нас с вами идёт, Юно-Армейское движение Республики Туван. Заместитель министра образования и науки Тувы Светлана Ощепкова передала члену межведомственной комиссии Юрию Караулу брошюру о юно-армейцах Тувы, а также добавила, что будет и приложение к нему. Светлана Ощепкова отметила, что конкурс по отбору выпускников в военно-инженерный институт проводился среди школ и СУЗов Республики. Изначально желающих было 267. Было сформировано 121 личное дело. Многим не хватило баллов по физике и математике. В итоге отобрали 42 абитуриентов в Красноярск. Поступили 25 человек, из них пятеро девочки. Мы тепло сотрудничаем уже третий год и что у нас получается, что не получается. В первую очередь идет очень хорошая совместная профориентационная работа. Мне бы хотелось сказать, что наиболее активно в самый первый год как раз инициаторами этой совместной профориентационной работы выступил как раз Верховный Курал Республики Тува, боевое братство Республики Тува. И подключили к реализации этого проекта в Министерство образования. Военная кафедра военно-инженерного института Красноярска ведет подготовку офицеров запаса по шести военно-учетным специальностям для нескольких видов Вооруженных сил России. За время своего существования кафедра подготовила свыше 30 тысяч офицеров запаса. Среди выпускников – министр обороны России Сергей Шойгу. Глава Тувы Шалбан Карол обратился к председателю законодательного собрания Красноярского края Александру Усу с просьбой принять военно-инженерный институт Сибирского федерального университета всех воспитанников кадетского корпуса Республиканской школы-интерната. Мы когда стали смотреть, у них, во-первых, нет ЕГЭ, которые должны к нам поступать. У нас даже не военное училище, мы выше, чем военное училище. Если военное училище Рославское зенитракетное установило в этом году 27, а 27 установила и школа, чтобы троечка была по математике, то мы, университеты, и то, я считаю, для университета, это, конечно, мало, стыдно, 30 баллов. Но хотя бы, чтобы они, ну, если тройки у них будут, я сразу хочу сказать, что они поступят. В ответ Светлана Ощепкова пояснила, что в республике острый дефицит учителей физики, математики и информатики. По данному вопросу было решено, что институт будет отправлять своих преподавателей для подготовки детей к ЕГЭ и для обмена опытом с педагогами ТУВЫ. Что касается воспитанников президентского кадетского училища, здесь ситуация намного лучше. Наши воспитанники кадетского президентского училища, они выезжали в свои школы и, в общем-то, проводили такую системную работу по профориентации. То есть, если даже это пятиклассники, если даже это восьмой класс, да, а старшие классы в этом учебном году, это девятые классы, они приходили в свою школу и рассказывали не только о своем училище, не только про других гаузовских образовательных учреждений, Министерства обороны, но в том числе про военные инженерные институты. 1 сентября состоится открытие военной кафедры Тувинского госуниверситета в Туве. Военная кафедра укомплектована на 80%. Аудитории полностью готовы к приему студентов. Всего на кафедре обучения пройдут 97 человек. Методические материалы и учебники приобретены, где есть дефицит литературы по образовательному процессу, загружены электронные версии. На данный момент констатируем факт, что личный состав формы одежды обеспечен, проведены соответствующие строевые смотры. Сегодня при очередном построении, вот я Евгению Николаевичу свое мнение выразил, что приятно осознавать, что стоит строит три взвода. Если бы не знать, что это военная кафедра, вот если бы просто зайти и посмотреть со стороны, я бы в принципе сказал бы, что это полноценная, полнокровная мотострелковая рота. Евгений Гарин намерен провести личную встречу со всеми студентами-первокусниками из Тувы и с других факультетов Сибирского федерального университета и предложить им пройти военную подготовку, после чего им будут присвоены воинские офицерские звания.